МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Причастность к краже двоих ранее судимых жителей Твери 87-го и 94-го годов рождения. По данным оперативников, мужчины перегнали похищенный автомобиль в другой автокооператив на территорию города и спрятали в своем гараже. Там же в ходе обыска полицейскими обнаружено большое количество ранее похищенных автомобильных шин и дисков, велосипед, два системных блока, монитор, а также электроперфоратор и два пылесоса. По данным полиции, мужчины промышляли кражами из гаражей в вечернее и ночное время, взламывая входные двери монтировкой. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД на одной из улиц в Пролетарском районе Твери задержали двоих местных жителей. Молодые люди подозреваются в распространении сильно действующего психотропного вещества в особо крупном размере. В ходе личного досмотра у одного из злоумышленников обнаружен почти килограмм вещества, производного N-метилофедрона, что относится к особо крупному размеру. В результате обысков по месту жительства у одного из фигурантов оперативники обнаружены растительный наркотик, электронные весы, ноутбук и компьютерный системный блок. В квартире его подельника найдены 42 наркозакладки. По данным оперативников, молодые люди работали на крупный интернет-магазин по продаже наркотиков. Злоумышленники получали запрещенное вещество для дальнейшего распространения бесконтактным способом на территории региона. Фигуранты выдворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предполагает вплоть до пожизненного лишения свободы. Сотрудники СОБР, Волк и ОМОН-БАРС, Управления Росгвардии по Тверской области, прошли испытания на право ношения официального геральдического знака, знака отличия отрядов территориального органа Росгвардии. По результатам испытаний, знак отличия смогут по праву носить 8 тверских спецназовцев. Испытания проходили по трем направлениям. Физическая подготовка, боевые приемы борьбы и огневая подготовка. В ходе сдачи нормативов по физической подготовке за 12 минут спецназовцы выполнили 20 потягиваний, жим штанги свой вес 10 раз, становую тягу свой вес плюс 20 килограмм 10 раз, специальное комбинированное упражнение 70 раз и бег 400 метров. Проверка навыков по огневой подготовке включала в себя выполнение нормативов из пистолета по неподвижной цели после передвижения и автомата из-за укрытия со сменой удержания оружия и уровня изготовки. Испытания проводятся один раз в год и являются комплексным экзаменом для сотрудников спецназа. В ходе испытания проверяются морально-волевые качества, физическая и психологическая готовность к выполнению служебно-боевых задач в различной оперативной обстановке, умение вести меткую и скоростную стрельбу. Ношение знака отличия – это показатель, характеризующий профессиональный уровень сотрудника, а также стимул, повышающий ответственность сотрудника за уровень его подготовки, качество выполнения им служебно-боевых задач, личную дисциплинированность.